Мы сегодня съездили за завтраками, нам сейчас в полевых условиях это прям как находка. Что вам дали там? У тебя это что? Печеньки, яблочки, обычное молоко, это шоколадное молочко, так, это сок, да? Апельсиновый сок, яблочный сок. Это апельсиновый, это яблочный. Так, дальше кекс. Вот такой вот. Дальше давай посмотрим. Сейчас, Мишель, Макарик, не выгоняй маму. Йогурт, это сыр. Терпи, давай. Только сок или молоко, что это одно? Ты молочко пьешь, значит сок сейчас не трогай. Изюм, пачечка изюма. Хороший сегодня наборчик, очень. Мы сегодня купали на завтрак. Очень для нас сейчас это удобно, потому что готовить негде, не на чем. Это йогурт, сынок. У вас у обоих есть и яблочный, и апельсиновый. Вот яблочный, вот апельсиновый. У каждого есть. Ну вот у тебя просто два почему-то яблочных. Ну окей, приятного аппетита. Сейчас откроем. У нас сегодня очень простой вид. Крестьянский, можно сказать. Лук с беконом. Отварная картошечка. Селез мы были сегодня в русском магазине с Лерой. И купили икру баклажанную, селедочку. И вот хлебушку Бородинский. Так что будет сегодня... А, еще горчицу русскую. Вот такую. Ой, еще мы нашли сегодня кефир. Счастье. Вот, и в общем, вот это вот будет наш такой крестьянский обед сегодня. По-другому ничего не успеваем. Зато дом уже преображается. Уже кое-что расставили. Понемножечку. Сейчас Саша развешивает все картинки, собирает мебель. Потихонечку жизнь налаживается. Всем привет. Я сегодня совсем мало снимала. Минуты три, наверное, днем всего. Потому что целый день в разъездах и разбирали дом. Но дом в основном девчонки разбирали. Мы с Лерой, я ее возила на работу, потом забирала. Мы изделили тот дом с Левушкой. Тоже забирали вещи, остатки. В общем, я так рада, что мы вовремя переехать успели. Это просто, вот нам просто помог Бог. Потому что в субботу, то есть послезавтра закрывается Бог, она полностью будет запрещены все передвижения по городу. Надо будет сидеть дома безвылазно. Это просто. Мы успели настолько вовремя. Вы представляете, мы нашли только одну компанию, которая сдавала траки в рент. То есть мы взяли и они закрылись. Они приняли наш тракт и все, больше они не работали. Это было просто, вообще как будто для нас специально ставили эту возможность. И сегодня мы уже остатки перевозили. Мелочи там с кухни на своей машине с Евой. Очень устали, конечно. Но на того стоило. Ребят, мы теперь будем переживать карантин в собственном доме. Спокойно как бы. Это просто счастье, что так получилось, что мы успели. Могли бы, конечно, вообще не успеть. Я сейчас покажу, что мы тут успели за сегодня сделать. Вот. Вот так вот выглядят мои работнички сегодня. Товарищ на равных правах со всеми таскал. Мне девчонкам не дает таскать тяжести. Все выберстал. Мне куська тоже лежит. У меня аллергия, что ли. Все сопливает. Что-то сегодня тошнит. Господи, только не надо болеть, пожалуйста. Вот. Евушка уже поставила всю мебель хомякам обратно. Товарищ пришел покушать. Дамочка спит. Залапанная крышка. Только таскали и всю мебель сегодня надо будет. Завтра все намывать. Вот. Сейчас я вам покажу, как выглядит наша гостиная. Пока вот так. Там далеки макарский уголочек с игрушками. Здесь наш. Осталось повесить картинки. Вот. Надо что-то сделать с этим цветком. Они его садят для красоты. Моют в магазинах. В общем, он абсолютно без слива. И он, я так думаю, начинает загнивать просто от воды. Так что надо будет его пересаживать в какой-то другой горшок. Либо этот просверлить дырку. Короче говоря, пропадает. Надо будет что-то делать с ним. Вот. Вот так выглядит наша кухня сейчас. Почти уже разобрали. Хотя бы место на столах освободилось. Вот. Мы сегодня ездили в русский магазин. Я вам говорила. Набрали. Взяли имбирь, лимон и мед башкирский. Я буду сейчас заваривать на ночь чай. Заварю в термос имбирь. Где-то 2 столовые ложки. Лимон 1 целый порежу. И она ночь постоит. Я еще немного заварки добавляю. Потому что я люблю это делать как чай. Ночь постоит. Такой к утру будет слегка тепленький. И тогда уже я добавлю мед. Чтобы он не потерял свои свойства. И все у нас с утра пьют этот напиток. Обязательно. В порядке. Во-первых, это дает кучу энергии. Бодрость. Во-вторых, это витаминный коктейль. И для поднятия иммунитета тоже классно. Вот. Ну, здесь еще, короче говоря, дофига, конечно, нам разбирать. Евушка моя еле ходит уже. Красотка. Ты же уже хотела спать. Решила еще поработать. Надо морозилку разобрать. Еще морозилку. Мы сейчас только привезли с того дома. Забыли совсем. Холодильник вчера привезли. А морозильник забыли. Сегодня открываем, а он полный там. Вот. А тут мои фиалки. Надо уже садить. У нее уже все, блин, корни переростки. Надо уже скорее высаживать их. Вот. Займемся на днях. Мне перед переездом сделали ногти такие красивые. Я так люблю. И сегодня смотрю после переезда, как все тоскало у меня одевать. Все отвалилось, да? Не, ну мои держатся. Мне тоже Евушка сделала специально попороче перед переездом. Ничего. Пережили. Пережили. Твои не пережили, да? Вот. Надо сюда, наверное, будет повесить карниз, да, Ев? Со шторкой. И тюль. Потому что что-то... Казонокосильщиков они... Да. Сегодня казонокосильщики во двор зашли. Есть. Николька. Чуть с ума не сошла. Она еще как раз одна дома оставалась. Прикольно было. А они смотрят на меня. Надо повешаться, как карниз, да, Ев? Да. Обязательно. Не надо повешаться. Вот. Пойдемте, покажу вам стол. Вот это единственное, что мы тут внизу разобрали. Наверху так более-менее, но там уже спят девчонки. Вот. Здесь вот так будет стоять стол у нас. Это вот все, что мы собрали сегодня. Разобрали, потому что ездили целый день. Все пустые. А, это уже все пустые. Ой, умнички какие. Вот. Короче говоря, вот такое вот у нас. Ну вот, сейчас пока мы на карантине, перемоем все, перестираем, разложим. Пока Ева не на работе. Вот, в общем, вот такие вот дела. Поставили сейчас стирку первый раз в новом доме, в этой машинке. Она как начала скакать, как сумасшедшая. То есть стирала какое-то время, минут 30, наверное. Потом, видимо, включился отжим. И она начала скакать с таким бешеным просто звуком. Мы все прибежали, проснулись дети. Это кошмар. Она выскочила, наполовину англии проскакала. Короче, я теперь боюсь и стою рядом, чтобы успеть нажать вот эту кнопочку. Это какой-то кошмар. Надеюсь, остаток отжима пройдет без всяких эксцессов. Это ужас. Теперь страшно ее оставлять. Я хотела включить на ночь, ее перестирать. Но теперь мне очень страшно. Да, надо будет все-таки ставить свои машинки. Эти-то потопные мне что-то не внушают доверия.